Говорят, что первыми буквами, которые возникли после наскальных рисунков, после вот этих всех палочек, которые были, первыми буквами были буквы ивритского алфавита. Алиф, Бет и так далее. Первыми буквами. Но они не возникли, их раскрыл Адам. То есть 6 тысяч лет назад почти жил Адам, да, и он открыл эти буковки. То есть он открыл эти буквы, потому что начал постигать соотношение свойства отдачи и свойства получения и связь между ними. И эти связи между ними, он увидел, что их есть всего 22 связи. И с помощью этих связей получения и отдачи он может выразить любые-любые свойства мира. И поэтому он их таким образом изобразил в виде палочек, ну... Точек, палочек. И с этого времени есть у нас алфавит. Вот что такое точка в ивритской букве? Вот точка, с которой все начинается. Это то, что отличается абсолютно в противоположную сторону от свойства отдачи и добра. Это точка, да, черненькая? Это отдача, любовь, добро, все положительные свойства, когда они истекают из одного объекта к другому, только для пользы другого, они называются светом. И противоположную ему называются черной точкой. Вот буква любая начинается вот с этой черной точки? Конечно. А дальше идет палочка, то есть мы изображаем палочку такую горизонтальную, палочку вертикальную. Да-да-да, на фоне белого света. На фоне белого листа бумаги, да? Да. И то есть, когда мы пишем букву, это значит что? Когда буква написана вся? Я изображаю, в какой мере свойства отрицательные могут уподобиться свойствам положительным. То есть вот эта черная буковка может уподобиться вот этому белому листу бумаги, белому свету? Да. А когда я буквы составляю в слово, тогда ты просто объясняешь, как ты переходишь из одного качества отдачи в другое, в третье, в четвертое и так далее. А когда я пишу предложение и заполняю полностью, допустим, этот белый свет, этот лист, ты этим выкладываешь все свои возможности отдачи на фоне белого света. После того, как была написана Тора, которая изображает из себя абсолютно все возможности взаимных свойств отдачи и получения, то все остальное нет никакого смысла писать. Это все лишь является всевозможными дополнениями, комментариями, вариациями. Да, книги Тора. То есть когда было написано Тора, это все наше желание и стремление человека стать отдающим и любящим, да? Да. А вот если человек пишет на английском, на русском, на немецком, на армянском, неважно на каком языке. Дело в том, что то, что сейчас пишут, ты не можешь правильно это все прочесть, поскольку языки, они постоянно подвергаются изменениям. И если ты возьмешь сегодня француза современного и тот, который говорил во времена там крестовых походов, то они могут не понять друг друга. Вообще. То есть так изменился буква, так изменился язык? И буквы я не знаю, но язык четко изменился. Изменился. Да. Поэтому... А что касается иврита? Нет. А иврит вообще не изменился? Нет. То есть если мы возьмем Адама... Мы же читаем книги, которые написаны 2-3 тысячи лет назад. Да, да, да. То есть если мы возьмем Адама 6 тысяч лет назад написавшего... То же самое. У нас есть книга, которую он написал. Разиэля Малах. И мы ее читаем, как будто она написана сегодня, но не очень понятно. Ну, непонятно, это так, как и талмуд непонятен для тех, кто... Но читаем. Читаем. И могли бы говорить с Адамом точно так же, как вот... Понятно. Нет у тебя такого народа, который бы мог встретить своего предка... И понять его. ...тысячи лет назад, и понять и говорить с ним на одном языке. Понимаешь? А еврейский народ... Спокойно. Спокойно. Именно потому, что код не изменился, да? Да. А он не может меняться, потому что это взаимодействие света и тьмы. Это взаимодействие двух сил. Поэтому, когда говорят, что в Иврите и в Торе заложен код какой-то, код, это и есть вот это то, что вы говорите, да? Да. Взаимодействие света и тьмы? Да. Тьма – это буквы, а свет – это... Фон. Фон, который мы пишем. Какой вывод из этого можно сделать? Что буква является изображением подобия «я», свойства человека, свойства Творца. А когда человек придет к этому подобию, что произойдет? Тогда не будет отличия между буквами и светом. Все буквы будут только лишь выражать свойства света. То есть они вдруг растворятся в этом белом свете? Графически я не знаю, что это происходит. Я говорю, что все буквы существуют только для того, чтобы выделить все свойства света именно в тех линиях, в тех изображениях, где он отсутствует. А это правда, что горизонтальная, вертикальная линии обозначают разные света? Да. Да. Конечно, да. Есть еще много всевозможных обозначений, и есть в этом много тайн. То есть еще не раскрытых нами. Действительно, не раскрытые тайны есть в буквах? Ну, конечно. Конечно. Кроме букв ничего другого нет. Буква – это знак. Это знак между нами и высшей силой. И кроме этих знаков ничего другого нет. Вот последний вопрос. А можно так сказать, что свет проходит, допустим, сверху и проходит через трафарет, который называется буква, и отпечатывается в человеке? Да. Да, вот так? Тоже можно сказать, да. И еще последний вопрос. Вы как-то рассказывали историю, когда вам написал какой-то совершенно обычный человек там в Сибири, и он написал вам на иврите, высочайшем, чистейшем, поэтическом, прислал к вам письмо, да? Да. Я это показал Драбашу. Своему учителю? Да. И он сказал, что это каббалистический текст, который написал простой человек, потому что у него было вот такое вот духовное озарение. И все. То есть из этого можно сказать, что все-таки буквы, они в нас находятся, в каждом человеке, в каждом человеке мира? Да. И потом я этого человека встретил. Так. И он уже ничего не понимал и не знал ничего. Приехал в Израиль, его отпустили оттуда, из Сибири, через много лет. И трудно было вообще... Угадать в нем великого... Ничего не было в нем уже от того состояния, которое он тогда пережил. Почему? Это надо беречь, вот это состояние, которое... Он ничего не мог сделать. Это ему дано было, кратковременная такая вспышка, потому что он очень страдал. Это как подарок было, да? Это дает человеку застрадание? Он всеми силами хотел выйти из себя, выйти из своего тела. И вот это вот напряжение, оно привело его к такому состоянию. Что он написал на иврите? Смог написать. Это через него просто вот так вот вышло. Но это можно сказать, что это была его молитва все-таки? Конечно. Да? Субтитры подогнал «Симон»! Симон!